В летний сезон восходители доезжают на канатке, а потом в горном трамвайчике до высоты 2400. Нам же предстояло топать эти полторы тысячи по вертикали пешком. Об этом и в следующем дне, когда мы вылезли в настоящие горы, смотрите прямо сейчас. Да, крутецкие у вас рюкзачки. Теперь начиналось самое интересное. Автобус от Шамани до поселка Лизуш, в котором мы начинали подъем, отходит в 6.38. Кстати, если есть желание сэкономить 3 евро на билет, нужно взять в отеле карту гостя, по ней проезд на городском транспорте бесплатный. Вот таким образом при помощи госткарт русские туристы экономят на проезде 3 евро. Вот тут начинается дорога на Монблан. Вон, наверху зима конкретная. Вот где облако, слева на скале выставляется, как будто скала смотрится. Это новый приют Дегуте, который летом работает. А вот еще левее, ближе к краю, тоже пупырышек торчит. Это старый приют Дегуте, который сейчас работает в зимнем варианте. Ну, будем надеяться, что за пару дней снег подтает этот. Это все свежий снег, выпавший. А так прям зима, зимище. Так что в кроссовках недолго вам идти, друзья. Сегодня нам предстояло набрать 1400 метров по вертикали. Канатные дороги и горные трамвайчики в октябре уже не работают. Поэтому ничто не мешало нам совершать восхождение по-спортивному. Когда происходит тот момент, когда тебя задалбывать, фотографировать? Когда мне нужно нагрузить 30 килограмм в рюкзак и заставить пару километров сзади не набрать. Но у меня для этого есть маленькая камера Сони. Сначала путь идет по асфальтированным дорожкам. Потом асфальт заканчивается и начинается грунтовка. За ней пешеходные тропы, облагороженные и промаркированные. Ветра не было, шлось легко и вокруг открывались изумительные виды. Альпы – это Гималайи в миниатюре. Смесь заснеженных вершин и глубоких долин на одной картинке. Опустилось облако, стало прохладно. Примерно за три часа, сделав по пути один привал, мы добрались до верхней станции Канадки – Бевелью. Выше уже лежал снег. Рюкзаки у нас были по 25 килограмм. А у Жени получилось 17. Новичкам всегда везет. Всем привет! Сегодня 7 октября и мы идем на Монблан. Нас четверо. У нас сегодня очень тесная группа, всего четыре человека. И самое интересное, что с нами Женя, которая вообще никогда в горах не была и выше 300 метров никуда не поднималась. Мы уже набрали 1000 метров. Сейчас высота 2. И идем к станции железной дороги. Красота кругом неописуемая. Мы здесь обедаем? Да. А где обеденный стол? Вот. Table view point. Как написано? Вот это? Здесь надо бы всем, конечно, везти на стол. Тут не отскребается. Точно 5 минут. Гонджор. Снизу поднялся француз. Посидел на краю обрыва, полюбовался облаками и пошел обратно. А мы? Вот это, вы видите, какой кайфовый тут у нас обед? Сметана. Сметана с сухарями. Сметана в горах. Где вы еще можете такое? Ну так-то это лакшери. А меня папа пугал, что я сало буду ехать. Спасибо Михаилу, потому что он ее вчера купил и не съел. А сухари, потому что он насушил. А кривились, когда я ее брал? Зачем? Да куда? А про йогурт тоже сначала кривились? Кривились, да. Да и за ММДМки ваши. ММДМки ушли, да? Ну это потому что высота небольшая. Да. Ну это понятно. Кстати, по вину тоже кривились. Но это дальше будет. Да. Это дальше, да. Это вторая истерия марлезонского балета. Мы с аппетитом пообедали, облегчив содержимое наших рюкзаков и пошли вверх по линии горного трамвайчика. И самое главное, чебурашка, что если идешь по шпалам, то никогда не заплутишься. Понятно? Понятно. Понятно. По пути попадались всякие козлы. Как у них баланс работает? Без страховки. Без страховки. Без страховки. Без страховки. Прикиньте, если бы мы могли так карабкаться, мы бы уже давным-давно в приюте сидели. С погодой нам повезло. Светило солнышко, снега было немного. Даже кроссовки почти не промокли. А в октябре 2010-го Руслан ходил через этот тоннель вот так. Я пока кайфую вообще. У меня даже как бы сложных моментов у меня сегодня было раз-два, я обчелся. С водой повезло тоже. Снег таял, и мы набрали все емкости, которые были под рукой, а это как-никак серьезная экономия газа. От конечной станции трамвайчика до приюта Дуни-Дейгл Орлиное гнездо 10 минут ходу. Но и тут нам дорогу перебежали козлы. Без 15,2 мы достигли сегодняшней цели. В итоге трек от поселка Лизуш до приюта Дуни-Дейгл занял у нас 6 часов 45 минут, включая обеденный перерыв и три привала. Вот первое рефиджи. Приют и вправду был похож на Орлиное гнездо. Ох уж эти французы, их хлебом не корми, дай оторваться на дизайне. Мастерски вписать объект в окружающий ландшафт, учитывая погодные условия, органично разместить все инженерные коммуникации так, что их и ветром не оторвет и заметно не будет. Ну и внутри сделать все для людей даже Winter Room, открытую вне сезона часть приюта, в которой бесплатно смогут разместиться горемыки вроде нас. Офигеть, и где мы живем? На 8 человек апартаменты. Ну это как бы люкс номера. Чем выше, тем будет больше места. Поэтому я заедаю на камеру, я с деньгами пил, оставляйте границы, а не в России, вот когда в России будут вот такого плана приюты строить, окей, не вопрос. Мы сварили вкусный супчик, пообедали и сходили за водой. Руслан с Мишей выпили вина. Хотелось принести пользу человечеству, и мы почистили лестницы в приюте. Солнышко, решив поблагодарить нас, выглянуло из-за облаков. Вообще-то тут было классно. Высота небольшая, 2400, не холодно и безветренно. Кроме нас четверых, ни одной живой души. Мы пили иван-чай и наслаждались природой. Кстати, хотите прикол? Французы не только основатели и почитатели дизайна, они еще и верны заветам Остапа Бендера и чтят уголовный кодекс. Постановление муниципалитета, жесткие правила, статья 1. Каждый альпинист, выходящий на маршрут воя-руаяль, план которого прилагается к настоящему постановлению, обязан иметь при себе снаряжение, перечень которого также прилагается к настоящему постановлению. Сейчас прочитаем. Кошки вон, отрегулированные под ботинки, поиск безопасности. Вот если чего-то из этого у тебя нет, то статья 2. Нарушение настоящего постановления влечет за собой штраф в первой категории, согласно положениям статьи 610-5 уголовного кодекса. Охренеть! Вот, короче, смотри, шапка, вот сейчас, короче, если у нас что-то нет, ни хрена прикинь, солнцезащитный крем тебя могут оштурфовать. Это грозное постановление муниципалитета размещено на стене приюта на 6 языках. В 7 вечера был офигенный закат. Мы вышли пофотать и полетать. Пришли двое поляков. Они заблудились и не нашли дорогу к следующему приюту Тетрус. Ушли вправо, проплутали весь день и вернулись. Пилот дрона немного отвлекся и вляпался в стену. Так закончился наш первый день на горе Монблан. Охренеть! Вот, надо запечатлеться на камеру. Наши лица каждый день с утра. Как они меняются? Да, как они меняются. У меня загарочек, говорят, приобретенный. Альпинистский настоящий. Ну что, двинули? Пойдемте. Да. Утром мы оставили ненужные вещи и выдвинулись дальше, к приюту Тетрус. Оставили и пострадавшего Мавика. Так как летать он больше не мог, а тащить наверх лишние полтора кг не очень-то хотелось. Сегодня нам предстояло набрать 800 метров. Почти в два раза меньше, чем вчера. Вначале путь совсем не крутой по хорошо набитой тропе среди камней и горных козлов. Вот тут, по пути к приюту Тетрус, на высоте 2750, находится Амердженси приют. После этого приюта мы вышли на гребень, попили чаю и научили Женю надевать кошки. Вот теперь смотри. Вот здесь у тебя есть рант вот такой. Тебе нужен вот этот запятник вот в этот рант вот сюда. Ну и здесь нужно некоторое усилие для того, чтобы защелкнуть. Снега было немного, он был мягкий, но Руслан решил, что для тренировки не помешает пройтись в кошках. Этот гребень начинает освещаться солнцем после десяти часов, поэтому в тени было не жарко. Кое-где были натянуты металлические тросы. В облаках зубчатой короной маячил Агюй-Дюмиди. Высотой 3842 метра, на вершину которой идет самая протяженная по перепаду высот канатная дорога в мире. Шамани видно внизу. На участках покруче Женя начинала постигать прелести горных походов. Ну сейчас-то вылези уже, и потом палки покороче еще сделай. Часам к десяти мы вылезли к базовой станции сотовой связи, от которой стал виден приют Татрус и тропа к нему. Чуть выше расположен маленький деревянный домик. Написано «Чекпост». Ну как вы? Я еле доползу. У него мы остановились, чтобы намазаться кремом. Отсюда до приюта оставалось минут двадцать. В итоге сегодня мы набрали 755 метров за четыре с половиной часа, включая три привала. Приют Татрус. Кое-как я до сюда дополз. Правда, всего четыре часа, но рюкзак был двадцать шесть килограмм. Видимо, это меня доконало. Высота здесь небольшая, три двести. Но красота при хорошей погоде неописуемая. С водой нам снова повезло. Светило солнце и свежевыпавший снег на крыше приюта интенсивно таял и стекал по желобу, как вода из-под крана. Мы набрали все свои емкости и наполнили все пустые бутылки, имевшиеся в приюте. Держи. Ну да, такой. Как у меня получается. Он ровно такой. И неудобный. Все вещи, которые не нужны, которые только на выход, хранятся здесь, одеваются все вот сюда вот аккуратненько. Так что сейчас кошки, ну, будете выкладывать что-то, системы и так далее, все сюда. Все, здесь тапочки также есть. В общем, заходите. Вот здесь еще специальный боксер. О, Руслан тут уже наклеечку прилепил. Естественно, не только здесь. А хули дома делать? Федор Коник спрашивает. Сейчас посмотрим, как тут. Тупая летняя. Винтер-рум приюта Тетрус был гораздо больше предыдущего. Там был холл со сменной обувью. Столовая. Комната для переодевания со шкафчиками и пластиковыми ящичками. Спальные места примерно на 15-20 человек. Короче, лакшери. Значит, друзья, все, пожалуйста, продукты на стол. Будет ревизия. Здесь у шкафчики специально. Для того, чтобы можно было все сложить. И потом, у каждого вот такой ящичек есть. Складывайте свои вещи в кубочки. Какая тут продуманная тема. Да. Молодцы, вообще молодцы. Я очень доволен, что такое существует. Зато порядок полный. В приюте даже установлена кнопка для связи со спасателями. Почему-то две кнопки. Ну, потому что есть молодцы. Спасение в горах, а есть... Одна красная вино, а другая белая. А это что, пожар, если что ли? Да, если трубы горят. Погода была отличная. И пообедав, мы наслаждались солнцем и разглядывали стену напротив, по которой нам завтра придется идти. Ну что, Женя, тебя напрягает эта стена? Нормально. А нам надо понять. И лезть. Да. Ну, это она сейчас... Ты ее смотришь вот так. Поэтому она кажется вертикальной. На самом деле там угол 45 градусов всего. Руслан рассказывал Жене, как нужно проходить кулар смерти. На самом деле, если так вот сравнивать, то с другими горами достаточно безопасное место. Просто некоторые люди пренебрегают элементарно. Нет, чтобы... Ну, если видишь, камень-камень полетел, ты слышишь, как что-то принчит вниз. Ну, так остановись. Ну, так остановись. Ты вот стоишь на краю, там же выход есть на него. Ты стоишь на выходе, вот у тебя начинается вот эта зона. Вот она вот. Вот ты стоишь на краю. Ты послушал, тишина. Там же вообще... Ну, обычно тихо с утра. Тишина. Посмотрел, ничего не сыпет, ни песочек, ничего. Быстренько раз-раз-раз-раз и перешел. Ты в Марио играл их когда-нибудь? Да. Только грибоком. Только грибоком, блин. Солнце припекало, и лавины сходили одна за другой, увлекая с собою сотни огромных камней. Вот за счет камней, конечно, мы тропируемся. И там просто стена из камня. Вот, она самая тяжелая. Но там сделаны троса, и они без перерывов. То есть все, как мы встанем на троса, мы пойдем... То есть что, мы на скользящем? Да, на скользящем карабине, на металлических тросах. Мы не пробиты там все. А что значит на скользящем карабине? Ну, вот сегодня увидишь. У тебя занятие будет, у нас все покажем. Который скользит хорошо. А что у нас занятие будет? Ну, где-нибудь на склоне, на крутом. Сейчас найдем покруче склон. Потом Руслан организовал занятие. Там пойдут троса прямо сплошняком. То есть там будут даже две ветки этих тросов. Один трос и второй. И можно будет с ветки на ветку перестегиваться и идти. Ну, для чего две? Одна на подъем, одна на спуск. Чтобы когда очереди летом. Чтобы не мешать друг другу. Чтобы этого не было, просто следите друг за другом. Ну и за собой. Просто так. Потому что когда я иду, я же на расстоянии от вас нахожусь. Я не могу контролировать никого. Пристегнулся, не пристегнулся. Карабин замуфтовался, не муфтовался. Я этого немного увижу. Вот после того, как я перестала ее закрывать, мне очень понравилась вот эта альпинистская крень. Мы можем там страховаться как-то? Да, мы можем так же в связке пойти. С веревкой. Да. А мы можем так сделать? Да. Так, скорее всего, и будет ветер, скажу. Потому что сейчас подвалит снегом. Сейчас подвалит снег и тропы не будет. Прогноз погоды на завтра не предвещал ничего хорошего. Ветер 95 км в час в районе вершины и снега 30 см. На высоте приюта ветер обещали чуть-чуть послабее, и мы надеялись проскочить. Мы все-таки не попадем в эту задницу. Задница обещает как бы на ВПМ, да, и на ночь. Давай так и сделаем? Мы, может, так привыкли вроде бы наш организм. Дело в том, что стенку проходить лучше экулара. Все, когда еще солнце не засветило. Так вот мне уже 34,8 показывают. Но погода начала портиться уже к вечеру. Ветер крепчал, облака наседали. Поляк рассказывал Руслану, что в ноябре по этой стене он поднимался в шортах. А вокруг такая тишина, что вовек не снилось нам с тобою. И за этой тишиной, как за стеной, Хватит места нам с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok